Дитя судьбы Дитя судьбы И возродится чудо рая От века дремлющее в нас И звездным светом изначально Омыв все тленное во мгле Раздастся колокол венчальный Еще неведомой земле Юргис Болтушайтис Вифлеемская звезда Мария Ивановна Алвинишникова Была дочерью очень богатого Московского купца Хозяина фабрик церковной утвари Владельца доходных домов И унаследовала его твердый характер Когда папа узнал о том Что Маша собралась замуж за своего репетитора Мужика, поэтом Голодранца, иностранца, католика И стал грозить ей страшными наказаниями И проклятием Маша сказала, что утопится в Москве-реке А мама ее была знакома С отцом Иоанном Кронштадтским Вот, говорит батюшка Влюбилась наша Маша А он вдруг Благословляю, благословляю Но венчались они все равно тайно Присутствовали, кажется, только Брюсов и Бальмонт И родители оставили Машу бесприданного Это было в августе 1899 года Вскоре символисты уже основали свое издательство «Скорпион», которое открылось драмой Ипсона «Когда мы мертвые пробуждаемся» В переводе был Трушайтис Но поскольку жили Балтрушайтисом трудно Юргису, Юрию Казимировичу Приходилось кормить молодую семью Его собственную книгу Скорпион смог издать Только 12 лет спустя Балтрушайтис, угрюмый, как скалы Являлся в желтявом пальто В желтой шляпе Мне надо дождаться И не раздеваясь, садился Слагая на палке свои две руки И запахивался, как утес облаками Дымком папироски С гримасой, с ужаснейшей Пепел стрясал, ставя локоть углом И моргая из-под поперечной морщины На собственный нос В красных жилках То юмор Взгляните на нос Миротворнейший нос Затупленный, румяный Андрей Белый Умница Юргис был учеником отца Андрея Белого Естественником и спецом северных литератур Он был самородком Из литовской глубинки, из крестьянской семьи Ксенц первым разглядел в нем талант Воспитывал его до 12 лет А потом убедил родителей Отдать гимназию Чтобы поступить в нее Юргис сам выучил русский язык 10 лет курса одолел за 8 Отчасти из экономии Репетиторских крох не хватало Из гимназии Он поступил в Московский университет На физико-математические Казалось, с надбровной морщи Нанесло Точно сосредоточенным холодом Стринбергом, Ипсоном Переводил, редактировал Глаз цвета серых туманов Нордкапа Вынашивал он роковое решение Встать, перейдя от молчания к делу Уже перекладывал ногу на ногу С прикряком, со вздохами Надо сказать тебе Басил он И, поглядев на часы, прибавлял Я приду к тебе завтра На днях как-нибудь А теперь мне пора И глаза голубели цветочками Луга Литовского Лет 12 я ждал, что он скажет А он мне рассказывал Раз он сказал Дернул губы мне Брюсов В Италии Он рассказал мне про раковины Так, что я ахнул Поэт Крупный Юргис Андрей Белый Начало века Лавинишникова простили дочь В 1903-м Когда на свет явился Жоржик Юргис младший Жена Бальмонта поехала к Машиным родителям И добилась не только мира Внуку подарили квартиру на поварской На этом, правда, материальная поддержка, кажется, и закончилась Вскоре болтрушатеса отправились в Европу Там жизнь была значительно дешевле И вот в Европе Юргис смог, наконец, собрать свои поэтические раздумья В сборнике Первый называется Земные ступени А второй Горная тропа Вся мысль моя Тоска по тайне звездной Вся жизнь моя Стояние над бездной Одна загадка Гром и тишина И сонная беспечность И тревога И малый злак И в синих высях Бога Ночных светил Живые письмена Не дивно ли, что, чередуясь, дремлет В цветке зерно В зерне опять расцвет Что некий круг, связующий, объемлет Простор вещей, которым меры нет Вся наша мысль Как некий сон бесцельный Вся наша жизнь Лишь трепет беспредельный За мигом миг В таинственную нить Власть вечности Бесстрастная свивает И горько слеп Кто сумрачно дерзает Кто хочет смерть От жизни отличить Какая боль Что грозный храм Вселенной Сокрыт от нас Великой пеленой Что скорбно мы В своей тоске бессменной Стоим века У двери роковой Все это роднило их с Бальмонтом Порой они любили выпить вдвоем тайком Каким-нибудь ранним летним утром Юргис бросал камешки в окно Константина Дмитриевичу И они оба удалялись в лес Или на оку встретить восход солнца В десятом часу они возвращались Вымокшие по колено в рассе В совершенно мокрой обуви С несколько виноватым видом Но очень довольные Поднимались на террасу Моя мама Пишет Нина Бальмонт Каждый раз уговаривала Юргиса остаться Но он отказывался Уверяя, что пока он дойдет до Таруса Все на нем высохнет Выпивал стакан чая И исчезал Я не помню, чтобы с ним прощались Провожали его Только что был здесь И нет его Куприна Уже выпившего Это белый рассказывает Раз подвели, чтобы представить Знакомьтесь Куприн Болтрушайтесь Куприн же Спасибо Уже болтрушался Ему показалось Болтрушайтесь Болтрушайтесь В значении Понятного весьма Угощайтесь Но невозмутимы Болтрушайтесь Еще со мной Рюмочку Мирен во всем Он коровкою божией сидел А вернее тельцом Примирение Елей ли я На кусающих Злобных весовцев Вея вздохом добра Он в годах вырастал как поэт В миг сомнений являлся в редакцию И тогда брался за руль Надо плыть Руководствуясь звездами И проведя по опасному месту На палубе снова болтался Чтоб с первой шлюпкой на берег Исчезнуть надолго Андрей Белый Начало века Историю весов Гумилев признавал Историей русского символизма Журнал финансировал Математик Поляков Друг Балтрушатиса Который содержал и Скорпион Название выбрали потому Что звезды весов Изначально Считались входящими В состав Скорпиона Астрономы стали их делить Только в поздней античности Вывески символизировали И тоску по тайне звездной И созвездия имен Белый, Блок, Бальмонт, Волошин Плеяда претендовала на роль шлюза Помогающего преодолеть Мертвящее влияние материализма В искусстве И поддерживающего Неразрывную связь С областями мистики Метафизики И религия Входит под сирую кровлю Вечер И тесен мой кров Малое сердце готовлю К таинству звездных миров Явное в свете и в зное Призрачно в лунной пыли Лживо томление дневное В мире не стало земли Реет в ночном океане Дух мой свободной волной Огненно зыблясь без грани Тайна Лишь тайна со мной Радостен детский мой лепет Богу, представшему вдруг Весь я молитвенный трепет К звездам протянутых рук В результате обстоятельств Которые предполагаю взять на себя Мне необходимо было бы получить аванс В счет будущих гонораров Издателей для моих книг не нахожу И как большинство из нас в Москве Уже давно бедствует Это 1916 год Юргис Горьком Конец его финансовым лишениям Положила революция Сначала его взяли в наркомпрос Потом посадили Потом Луначарский его вызволил И поставил председателем Московского союза писателей А потом Литва Став независимым государством Сделала Болтрушайтиса Своим представителем Посланником И, наконец, чрезвычайным послом И полномочным министром В Советской России У него появилась возможность Спасать людей А стихи он и раньше клал в стол Когда пред часом сердца нага В кровавой смуте бытия Прими свой трудный миг, как благо Вечерняя душа моя Пусть в частых пытках паникая Сиротствует и плачет грудь Но служит тайне боль людская И путь тревоги Божий путь И лишь творя свой долг средь тени Мы жизнью возвеличим мир И вознесем его ступени В ту высь, где вечен звездный пир И вящий трепет жизни новой Скорбя лишь тот взрастет в пыли Кто возлюбил венец Терновый И весь отрекся от земли В 1934 году из-за кремлевского горца Первый раз арестовали Мандельштама Все дела об арестах Пишет Надежда Яковлевна, его жена Разумеется, были неприкасаемыми Хлопотать полагалось только членам семьи То есть ходить к Пешковой А оттуда в прокуратуру Если ввязывался кто-то посторонний Это было исключением А ведь Осип Эмильевич Посягнул в своих стихах На слишком грозное лицо Поэтому я ценю, что в это дело Пожелал впутаться Пастернак А на съезде журналистов Который проходил в те дни Метался Балтрушайтис Умоляя всех Одного за другим спасти Мандельштама И он просил людей Сделать это Памятью погибшего Гумилева Представляю себя Как звучали для слуха Прожженных журналистов Тридцатых годов Эти два имени Балтрушайтис Давно предчувствовал Какой конец ожидает Осип Эмильевич Еще в двадцать первом Он предлагал Мандельштама Принять литовское подданство Это было возможно Потому что Отец Мандельштама Жил когда-то в Литве А сам он родился в Варшаве Он стал собирать какие-то бумаги Даже снес их Балтрушайтису Но потом раздумал Ведь избежать своей участи нельзя И не надо даже пытаться Хлопоты и шумок Поднятые вокруг первого ареста Сыграли очевидно какую-то роль Потому что дело обернулось Не по трафарету В наших условиях Даже крошечная реакция Легкий гул, шепоток Тоже удивительное явление Надежда Мандельштам Балтрушайтис вытащил Из Чека Бальмонта Заявившего на допросе Что он принадлежит Партии поэтов И не может вступить Ни в какую другую партию Потом подкармливал его И помог уехать Как и Борису Зайцеву с семьей Как Ходосевичу и Берберовой Марк Шагал Обязан Юргесу спасением Сорока своих картин Они были отправлены В Литву дипломатической почтой Бумаги на выезд Цветаевой Готовил тоже поэт-посол Он проводил почти всех своих друзей А кто-то сам отошел от него Иностранца Доля его И без того молчаливого Замкнутого Становилось одиночество Среди людей я Средь чужих Мне в этом мире не до них Как им в борьбе и шуме дня Нет в жизни дела до меня В дороге дальней им, как мне Тужить, блуждать наедине Мне в мой простор В мою тюрьму Входить на свете одному Пока в пути не встанет грань Нам всем томитерную ткань Рукой сирой в жизни ткать Душою замкнутая лкать Звучит по-разному у всех Один и тот же стон и смех На всех ткачей Один станок Но каждый Сир и одинок В эпоху, когда все лучшие театры Москвы Жили его переводами Алиса Коунан в перерыве Между репетицией и спектаклем Часто возила его на Брестский вокзал К заграничному поезду Который приходил в половине шестого Типичный северянин Все делавший с какой-то милой Неуклюжей медлительностью Болтрушатис в то же время Был очень легок на подъем И охотно откликался на мои фантазии Каждый раз они с нетерпением Ждали минуты Когда из ранних сумерек Вынурнут огни паровоза Встречи, объятия, шумный говор Невольно возникал целый поток мыслей Догадок о характерах людей Об их взаимоотношениях Судьбах Радостных или печальных Теперь он ходил не к приходу А к отправлению И возвращался один В 21-м еще Выдавая мне визу в Литву Он встал, как прежде, в весах И сказал Очень жаль, что ты едешь Надо бы мне Посмотрел на часы И с нарткапским туманом В глазах он пошел в свой посольский авто И не надо сказать Потому что все сказано Сказ его лирик и стихов О цветах, о небе Поэт Полей Он и под потолком Чувствовал себя, как под открытым небом Помню, мы сидели у Брюсова Был потолок В разговорах сухих Историко-литературных Над макушкой же Болтрушайтиса Потолок был точно сломан Болтрушайтис сидел с таким видом Точно он грелся на солнышке А под ногами его золотела Нива Не пол Это белый Сам Юргис смог уехать в 39-м В последний момент его назначили советником посольства Литвы в Париже Дочь Бальмонта Нина Константиновна помогала собирать вещи Юргис крепко обнял меня, поцеловал И я почувствовал на своей щеке его слезы Он резко повернулся, ушел к себе Но через минуту вернулся с большой длинной коробкой, обтянутой шелком И протянул ее, вернее, всунул в руки моему мужу Коротко, почти сердито, сказав это вам И снова ушел В коробке оказалось очень много галстуков Проходит жизнь в томлении и страхе Безмерен путь И каждый миг, как шаг к угрюмой плахе Сжимает грудь Чем ярче день, тем сумрачнее смута И глуше час И как в былом солжет, солжет минута Не раз, не раз Мой дом, мой кров, безлюдная безбрежность земных полей Где с детским плачем сетует мятежность души моей Где в лунный час, как ворон на кургане, чернею я И жду прозревший в жизненном обмане небытия Мария Ивановна радовалась отъезду В Париже жил их сын, их внук Ванечка А еще больше ее согревала надежда на то, что там Юргис будет меньше пить Что ему легче будет справиться с тоской, с отчаянием А он не радовался Иногда приходил на несколько минут Постоит молча и уйдет Все реже, пишет Нина Константиновна Я видела улыбку, которая, бывало, пряталась под его усами Отражаясь в глазах Во Франции их ожидало возвращение в молодость С ее безденежьем, холодным чужим миром Литва вскоре исчезла Стихи приносили жалкие гроши Но жена оказалась права Он снова жил, дышал, творил В нем возродилось чудо рая От века дремлющее в нас Рождественское небо над землею Раскрыло в горний мир свои врата Сияют звезды, стройные чередою И Божья ввысь прекрасна и чиста Повсюду свет небесный проникает Душа тоскует и стремится ввысь Пред вечностью страх смерти исчезает Забудь о смерти, веруй и молись И, постигая мудрость провидения Молясь, тоскуя, веря и любя Ты выполнишь свое предназначение И сохранишь единство бытия В ледяном Париже уже при немцах Болтрушатисов встретил Борис Зайцев Как раньше они жили тихо и дружно Так продолжали и теперь, пишет он Вместе мы похоронили Бальмонта Мучительно зимой в условиях тяжких Идя за гробом, Мария Ивановна Грустно и скромно улыбаясь Сказала, он был шафером на нашей свадьбе Но холода и недоедание не прошли даром и для самого Юргиса В январе 1944-го он скончался Мария Ивановна вполне погрузилась в писание Разбирала его архив, размещала, что надо Главное же, готовила его книгу Годами ухаживать за могилой, украшать ее И воздвигнуть памятник, каменный или нерукотворный Это и есть та любовь, над которой ничто не властно Когда мы вернулись в Париж, у меня на столе лежала лилия и серп С надписью Марии Ивановны, привет от Юргиса Мы знали, что она плохо себя чувствует Жена тотчас поехала к ней и узнала, что уже два дня она лежит на кладбище Рядом со своим Юргисом Припадок сердца Слово в слово я эту книгу выпущу и уйду Он был сумрачен с виду, но это внешность Конечно же, в нем поклонение, свет, божество и любовь И вот это в закатной полосе особенно ему удавалось К нему была направлена верная любовь Любовь шла и из его книги Спокойная и примиренная Пять стихотворений в лилии и серпе посвящены Марии Б Все они из одного источника Борис Зайцев Ты принесла в мой путь Так часто тесный, как в ночь зарю Я тебя, мой день, мой свет небесный, боготворю Юргис Балтрушетис Юргис Балтрушетис Субтитры создавал DimaTorzok